Работаю на доставке. Пачку салфеток туда надо кинуть. Посмотрим на реакцию собак. Юми пытается вытащить котлеты из бургера, а она уперла у Юмичу креветку. Сейчас у Эйвана там пытается что-то спереть. Есть чикен макнаггет, а есть макфлури. Что ты хочешь? Привет, вы на канале Magic Family. Я Аня, со мной тут мои песики, киса Алиса. И 6 апреля, моего самого первого песика, Эйвана и Вазика, день рождения. Я даже сейчас вам паспорт покажу. 6 апреля 2011 года он родился. Ему исполняется 9 лет. И я решила в честь его дня рождения сделать рубрику, которая вам очень нравится, возможно, даже уже постоянной, где я особачиваю или окошачиваю нашу с вами человеческую еду. И сегодня я буду повторять Макдональдс. Только, как вы поняли, я буду делать его для собак. Это на самом деле не так просто. Я попытаюсь сделать его как можно более реалистичным и похожим на человеческий. Я уже делала для собак пиццу. Мы на канале питомцев именно Magic Pet сделали Oreo и мороженое. Так что, если вам будет интересно посмотреть рецептики и как что-то там получилось, я внизу оставлю ссылочки. И там же я оставлю ссылку на интернет-зоомагазин Pet Shop, потому что я купила Ивасику там подарочек. Упаковала вот в такой вот голубенький пакетик. Это цвет Эйвена на канале. И почему я решила вам об этом рассказать? Потому что у них сейчас есть такая прикольная фишка. Если в личном кабинете у тебя введен день рождения питомца, то за день до этого дня тебе приходит на почту сообщение, письмо с промокодом, который дает скидку 10%. И мне пришло за день до дня рождения Эйвена такое письмо, и я решила воспользоваться этой скидкой, этим промокодиком, и вот такие вот подарочки ему купила. Вот такая вот игрушечка голубенькая в его цвете, ошейничек голубой, мячики Эйвен у нас очень любит, и вот такие вот прикольные лакомства. Этот промокод действует не только там вот в тот день, когда у тебя день рождения у собаки, его можно использовать и позже, то есть хоть через месяц. И это очень прикольно, мне кажется. Поэтому, если вы не зарегистрированы на сайте Pet Shop, но я думаю, что большинство из вас зарегистрировано уже, пойдите и в личном кабинете введите день рождения своего питомца. Это не важно, там собака или хомячок, или кошечка. Ну что ж, давайте приступать к готовке нашей. А у меня для вас сюрприз. Это не просто тут пакет от Макдональдса стоит. В нем, конечно же, сидит киса Алиса. В общем, ребят, ставьте обязательно лайк, если вам нравятся всякие такие видео, связанные с едой, где мы пытаемся ее повторить, эту еду для животных, нашу человеческую. И пишите в комментариях, что еще нам попробовать сделать. Может быть, как раз что-нибудь типа суши или роллы для кошки. Киса Алиса, видимо, решила, что она будет помогать мне сегодня готовить для пюсиков. Что я буду делать? Конечно же, бургеры, чикен макнаггетс, кусочки куриного филе в панировке. Также у меня тут есть шесть больших, сочных и хрустящих креветок. Напитки самые разные, картошка фри. Я забыла или потеряла, в общем, такую баночку из подмороженного. Кто пробовал его в Макдональдсе, тот знает Макфлури. Вот его я тоже буду повторять, придется его положить в один из таких стаканчиков, хотя у них другой стаканчик и такая специальная ложечка для него. Ну, короче, пытаемся, как я и обещала, развлекать вас на карантине, как можем. Итак, чтобы повторить Макдональдс для животных, нам понадобится чистый фарш, куриный или говяжий, без соли и других добавок. Овсяная мука, потому что овсянку собакам в небольшом количестве можно, а вот обычную лучше не давать. Обычные овсяные хлопья без добавок. Яички. Куриная филешечка, если у вашей собаки нет аллергии на курицу. Креветочки, с ними осторожнее, у некоторых собак тоже на них аллергия. Нежирная сметанка и кефирчик, огурец, несколько штук морковок, зеленый салатик, немножко растительного масла собакам тоже можно, многие, кстати, его очень любят. И красный сладкий перец в виде порошка. Но важно, не перепутайте ни паприка, ни острый перец, ни какая-то красная приправа. Это просто сладкий перец без добавок, как вот этот, только сушеный и молотый. Сначала испечем булочки. Возьмем 100 грамм муки, 101 грамм, от перфекциониста. И 20 грамм овсяных хлопьев. Добавим в них одно яйцо, немножко кефирчика и замешаем все это в тесто. По пути поймем, что рецепт овсяных булок из интернета неправильный, и на 4 больших булочки этого нам явно не хватит. И добавим еще 200 грамм муки, 100 грамм овсяных хлопьев, еще яйцо и еще кефира. И вот теперь замешаем. Можно замешивать деревянной лопаточкой, пока рука не отвалится, когда отвалится специальным комбайном с крюком. Но, к черту, руками реально проще и быстрее. Делим его на 4 равных... равных... равных кусочка. И, продолжая представлять, что это пластилин, стараемся вылепить из этой массы 4 булочки. Но не слишком тонкие, потому что, когда они запекутся, мы еще их будем резать пополам для бургеров. Выкладываем получившиеся булочки на бумагу для запекания. Отделяем белок от желтка. У меня нет для этого специальных приспособлений, поэтому я делаю старым дедовским способом. Желток не выбрасываем, он нам пригодится позже. Смазываем наши булочки для бургеров этим белочком. И посыпаем овсяными хлопьями для украшения. А затем ставим противень с булочками в уже заранее разогретую духовку на 15 минут и 200 градусов. И пока наши булочки запекаются, идем готовить котлетки для бургеров. Лепим из фарша одинаковые котлетки настолько хорошо, насколько вы на это способны. И не надо ничего добавлять, ни соли, ни перца, ни лука, ничего подобного. Собакам это не нужно и больше того вредно. Я кладу котлеты в пароварку. Жареное собакам тоже нельзя. Если пароварки нет, можно приготовить в небольшом количестве воды на сковороде под крышкой. Пока пекутся булки и пароварятся котлеты, пора сделать мороженое макфлури. Обожаю его. Берем легкую сметанку и взбиваем ее электрическим венчиком. Ну или просто венчиком, ну или вилкой на крайняк. Главное, чтобы смесь стала более воздушной. Шоколад собакам ни в коем случае нельзя. Вот прям вообще ни в коем случае. И я заменяю шоколад нашим кормом. Он очень похож на гематоген и отлично заменит шоколадные кусочки, шоколадную крошку, если его немножко измельчить, но не до порошка. Это стало так похоже на макфлури, что хочется попробовать. Но я не буду рисковать. Ставим мороженое в морозилку. Наши булочки для бургеров готовы. И теперь им нужно дать полчасика остыть. У нас уже подоспели котлетки. Очень диетические получились котлетки у меня. Пахнет вкусно, несмотря на то, что там ничего нет. Я думаю, это самое будет то, что понравится больше всех песикам. Вот такие вот булочки у меня получились. Но почему-то у меня подозрение, что они будут есть только котлеты. Кстати, пишите свои предположения. Что вы думаете вообще? Будут собаки это есть или они выберут мяско? Пора приступать к чикен макнаггетс. Кусочки куриного филе в панировке и креветкам, которые тоже в панировке. И выглядит это, как правило, как нечто хрустящее и оранжевое. Для начала очистим креветки. По отрываем им всем головы и хвосты. Поснимаем панцири. Я ненавижу это занятие, потому что оно выглядит всегда как-то очень кровожадно. Нарежем куриную грудку на маленькие кусочки. И чтобы эта самая панировка была безопасна для собак, мы сделаем ее из того желтка, что у нас остался. Добавим немного овсяных хлопьев и сушеный красный сладкий перец для цвета. Замешаем все это. Обваляем, если так можно сказать, наши креветки и курицу. Точнее, обмочим, замочим. Короче, сделаем что-то похожее на макдональдские вредные штуки из фритюра. Но жарить это в кипящем масле мы, конечно же, не будем. Собачьи организмы нечеловеческие, они такую жесть не выдержат. Поэтому я запеку все это в аэрогриле на фольге. Можно это сделать и в духовке. Пора нарезать морково-картошку. Это я ее так назвала, потому что собакам есть картошку нежелательно, а уж фри тем более. Поэтому у нас будет супер здоровый и безопасный заменитель. Я специально ее порезала, похоже, чтобы она выглядела прям как картошечка фри. Вот такие вот у нас две порции картошки фри для животных. Мне уже самой очень не терпится посмотреть, как в общем получится весь макдак. Наши макнаггетсы и креветки приготовились. Панировка немного расползлась, но в целом вид у них получился неплохой. Когда мне удалось их отделить друг от друга. Ребята позади меня находятся в режиме ожидания. Я специально им ничего не показываю, чтобы их реакция была максимально реалистичной. Ну вот здесь вы видите, вот это вот креветочка вот такая вот. А это как раз курочка. Куриные кусочки побольше, креветочки поменьше. 9 чикен макнаггетсов, 9 кусочков. У меня их получилось, к сожалению, 8. Ну да ладно, сочные хрустящие креветочки. Тут их вообще в упаковке по 6, но у меня будет по 4. Я жадный. Сотрудник Макдональдса сделала всего по 4 штуки вместо 6. Простите, пожалуйста, ребят. Сейчас я буду собирать наши бургеры и наполнять их. К сожалению, коробочек у меня оказалось только 3, а собаки 4. Поэтому Эйвену я в честь его дня рождения подам бургер как-нибудь в ресторанной форме. Булочки режем пополам. Вместо соуса используем сметану. Нарезаем огурчик. Не жадничаем по 2 дольки на каждый бургер. И создаем собачий бургер. Вкусный соус, салатик, сочная котлетка, хрустящий огурчик и свежая булочка. Все, что ты любишь. Я сегодня сотрудник Макдональдса, только собачьего. Макфлори, мороженое с кусочками типа шоколада, шоколадной крошечкой. Роял Делюкс, пакетик. Биг Мак. Заказ принимаю. Еще один. Это заказ для троих как раз. Креветки, сочные и хрустящие. Собираю заказик. Вместо кофейка водичка. Это все-таки собачий Макдональдс. Картошечка фри. Работаю на доставке. Кстати, как они еще делают? Такую пачку салфеток туда надо кинуть побольше. Вот как они делают прямо вот туда вот на дно пакета. Собираю заказ именинника. Напиток Макдональдс. Макфлори мороженое. Чикен Макнаггетс. Картошка фри. Бургер. И креветочки. Наш заказ готов. Оцените по десятибальной шкале, какой получился у меня повторение Макдональдса. Мне кажется, очень классно. Посмотрим на реакцию собак. Софи пока не определилась с тем, что она хочет. Проверяет, что тут есть у Миши. Юми пытается вытархить котлету из бургера. А Эйвен пока что выбрал из всей еды свое Макфлори. То есть Эйвен у нас типа сладкоежка. Миша идет проверять, что же у всех остальных там. Юми старательно пытается грызть котлету из бургера. Софи почему-то решила у Юми поворовать. Хотя у нее есть своя порция точно такая же. А теперь у Миши. Ну что, Софиш, ты определилась с тем, что ты хочешь? Ты проверила? Она просто проверила на самом деле, у всех ли одинаково. И сейчас будет уже решать, что ей покушать. Такое разнообразие. Миша украла у Юми чу креветочки кусочек. Ест креветку. Юми пытается там грызть котлету. Софи решила украсть у Миши Макфлори. Юми чу там пытается котлету подгрызать. Мишина порция вообще нетронутая. Она уперла у Юми чу креветку. Сейчас у Эйвена там пытается что-то спереть. То есть она свое не ест. Она, видимо, думает, что у кого-то лучше. Юми чу нравятся явно котлеты. Она съела свою. Она пошла поперла у Софишки котлету. Тут есть куриная котлетка. Бургер с куриной котлетой. Хочешь? Есть морковка. Есть креветочка. Есть чикен макнаггетс. А есть макфлори. Что ты хочешь из этого? Посмотрим, что она из этого съест. Значит, то ей больше всего и понравилось. Ничего тебе из этого не нравится, да? Ты хочешь что-нибудь привычное, да, Алис? Котлеты все съедены. Хлеб не тронут. Огурцы практически не тронуты. Салат не тронут. Чуть-чуть тронута морковка. Очень подъеден хорошо макфлори. То есть практически вот пустые баночки. Макнаггетсы и креветки, ну, пополам съели. По итогу, как я и предполагала, больше всего заинтересовали собак котлетки из куриного фарша и, на удивление, морковка. Вот такие дела. Я надеюсь, вам понравилось то, как мы повторили Макдак. Пишите в комментариях обязательно, что нам еще повторить. Ставьте лайк. Подписывайтесь, проверяйте колокольчик и переходите по ссылкам на новые ролики на других наших каналах. И поздравляйте своих песиков и котиков и других питомцев с днем рождения.